Тех, кто следит за жизнеобеспечением города, благоустраивает дворы и делает комфортными условия жизни горожан, чествовали в зале Дворца культуры Подмосковья. В Красногорске в этой сфере занято 7,5 тысяч человек. Многие из них даже в свой профессиональный праздник на посту. Всем труженикам коммунальной сферы слова благодарности за труд от главы округа. Чтобы трубы были крепкими, саженцы во дворах быстрее зацветали, а лифтовое хозяйство всегда работало исправно, пожелал Дмитрий Владимирович. Аккумулируя и смотря те обращения, которые ко мне приходят в администрацию, фактически более 70% обращений именно приходится на вашу работу. Несмотря на то, что всегда критики больше в ваш адрес, ваша работа самая благодарна. Потому что вы работаете как военные, как сотрудники силового блока, как врачи, как учителя по призванию. Эту работу надо любить, этой работой надо дорожить. Поздравления в этот день принимали работники управляющих компаний, МУПов и ресурсоснабжающих организаций, Красногорской теплосети, водоканала, русского регионального оператора и областного единого расчетного центра. Благодарственные письма от главы округа и Совета депутатов вручили сантехникам, операторам котельных, инженерам, мастерам ремонтных работ, электромонтерам и механикам. Каждому слова признательности за нелегкий труд на благо родного округа. Очень приятно, что нас замечают, что нас благодарят. Работа у нас тяжелая. Работаем с газом, поэтому работа нервная. Бывают очень ответственные, очень тяжелые моменты, когда нужна и собранность, и знание. И поэтому то, что сегодня нас поздравили, нас оценили, хочется сказать большое спасибо за это. Работники бытового обслуживания вносят огромный вклад в развитие российской экономики, расширяют спектр услуг, улучшая их качество. Их работу сложно переоценить, отмечено на торжественном мероприятии. Этот вечер для всех гостей завершился выступлениями творческих коллективов Красногорска. Для коммунальщиков свои лучшие номера представили танцевальные и народные коллективы.